Митрополит Улан-Уденский Бурятский Иосиф посетил старинный храм в селе Гурульба. В Петропавловской церкви владыка совершил божественную литургию и ознакомился с жизнью Перехода. Более подробно в сюжете епархиальной пресс-службы. Этот храм был построен руками сельских жителей и освящен в 1910 году. В богоборческую эпоху храм был закрыт, переоборудован в клуб и только в 2004-м его вернули Русской Православной Церкви. Храм был сильно разрушен и практически не подлежал восстановлению. Однако промыслом Божиим и усилиями первого настоятеля и прихожан дореволюционная постройка была восстановлена, налажена церковная жизнь прихода. Прихожане любят свой храм, святыни, которые хранятся здесь. Среди них частицы мощей святителя Николая, преподобного Сергия Радонежского, блаженной Матроны Московской, святых оптинских старцев и многих других угодников Божиих. Этот воскресный день особый для прихожан этого святого храма. Возможность помолиться со своим архипастырем за торжественным богослужением приносит свою духовную радость и утешение. Для нас, конечно, это огромная радость, это архипастырская молитва за нас, это опыт, потому что ладыка всегда старается чем-то поделиться, напутствовать, подсказать, помочь. Одно дело, когда служит священник деревенский, досельский, а другое дело, когда приезжает ладыка, богослужение намного отличается. Конечно, это огромный духовный опыт. Особую торжественность богослужению придали песнопения, которые исполняли два хора – архиерейский и детский хор «Спас» при Адигитревском соборе. Песня «Слепцы, Господь возводит несверженный, я Господь любит праведник». В своей проповеди на примере священного писания владыка Иосиф отметил, что истинно православный человек должен осознавать, что земная жизнь дана человеку единожды. Это драгоценный Божий дар. И нужно учиться не роптать, смиряться, за все благодарить Бога, не только за блага, которые Он нам посылает, а также за испытания и лишения. Вот что значит не роптать, что значит терпеть, что значит даже в лишениях и муках благодарить Бога. Потому что это действие промысла Божия, Господа, любящего каждого человека. И даже страдания и лишения посылает Господь, любя нас с вами. Чтобы через это мы немножко встряхнулись, пришли в чувства, осознали, кто мы, для чего мы созданы, для чего мы пришли в этот мир, к чему призваны и что нас ждет, наконец, там, в жизни будущего века. По завершении богослужения Владыка обсудил с настоятелем храма Иереем Андреем Деревцовым вопросы, касающиеся богослужебной, духовной и хозяйственной жизни прихода. Отец Андрей служит здесь в течение пяти лет. По словам батюшки, его задача как настоятеля не только сохранять то, что было восстановлено и создано его предшественниками, а также приумножать и благоукрашать этот святой храм. С Божьей помощью и отеческим советом и наставлением Владыки Иосифа. Наталья Шуплецова, пресс-служба Лануденской и Бурятской епархии.